Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований на связи со студией «Фридом». Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Видим, что достаточно насыщенная программа. Очень внимательно все следят за визитом президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Момент действительно сейчас очень важный, очень много встреч. Есть возможность поговорить напрямую с очень многими представителями стран и международных организаций. На данный момент какие можно сейчас основные оттуда взять моменты? Что уже можно сказать об этом визите? С моей точки зрения этот визит крайне важный. Он свидетельствует об изменении в позитивную сторону отношения к, скажем, украинским возможностям в этой войне по сравнению с тем, что было летом. В начале лета этого года, мы помним, был в американском эстеблишменте и в странах НАТО такой некий пессимизм, что с одной стороны вроде как точно Трамп приходит, с другой стороны у Украины вроде как нет очевидных успехов. И вот как бы непонятно вообще, что дальше делать. Операция на территории РФ в Курской области, другие успешные операции украинской армии позволили изменить информационный фон и вообще ход событий. И таким образом президенту Зеленскому стало с чем ехать и что предлагать. Прежде всего, это достаточно успешные операции украинских беспилотных систем по критической инфраструктуре Российской Федерации, переговоры о возможном предоставлении ракет средней дальности, то есть больше тысячи километров, для ударов по аэродромам, с которых обстрелится Украина и так далее. Это все задало совершенно новую повестку дня и как бы изменило настроение наших партнеров. На этом фоне и проходят встречи с лидерами США, с депутатами их парламента, с сенаторами, руководителем Германии, руководителями стран глобального юга. Они проходят совершенно в другой атмосфере. То есть если в начале лета ситуация выглядела так, что вот с американскими выборами фактически заканчивается какая-либо поддержка Украины, то сейчас, наоборот, речь идет о планах поддержки на следующий год, защите энергетической инфраструктуры, передаче систем противовоздушной и противоракетной обороны. Идут разговоры о возможности поставок ракет, которые могут стрелять на тысячу километров. Идут разговоры о саммите мира, в котором будут, не будут принимать участие. То есть как бы Украине удалось втянуть опять лидеров других стран в свою повестку. То есть кто задает повестку, тот, в общем-то, как бы лидирует в этом процессе. Это основной процесс, который произошел. А по результатам мы будем судить как бы со временем. Но это главное. Вячеслав, вот также стоит отметить, мы сейчас наблюдаем и анализируем, прямо в эти минуты проходит совещание по ядерному сдерживанию в кабинете Путина в Кремле. И тут, в свою очередь, пошли новые ядерные угрозы. Вот с вашего разрешения я очень коротко озвучу тезисы Путина. Ну, во-первых, он сказал, что Россия оставляет за свое право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника союзного государства. Далее он сказал, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракеты беспилотников при пересечении границы. Ну и также в подобном спитче озвучил то, что ядерное оружие является чуть ли не единственным спасением России от внешних врагов. Опять же, видим, что очередное обострение у Путина касательно применения ядерного оружия. Но как-то совпадение или же нет, это все совпадает как раз с выступлением Зеленского в ООН и колоссальной поддержкой Украины. И, возможно, разрешением на нанесение ударов вглубь территории Российской Федерации западным оружием. Насколько эти запугивания могут сейчас повлиять на те или иные принятия решений союзников Украины? Ну, с моей точки зрения, это, безусловно, взаимосвязанное событие, потому что действия Украины, запуск беспилотников по объектам на территории Российской Федерации на расстоянии тысячекилометров и более, были достаточно успешными, что показывает возможность запуска и ракет, которые могут быть существенно более разрушительными. Российской Федерации по большому счету ответить на такое применение ракет нечем. То есть, той системы противоракетной обороны, которая есть, недостаточно. Соответственно, Россия достает свой козырь, который всегда есть ядерное оружие, и, естественно, начинает им угрожать. Насколько всерьез эти угрозы, вы же понимаете, что это всегда вопрос достаточно сложный. Насколько она готова применять, по каким именно объектам, насколько угрозе могут подвергнуться наши партнеры, а не непосредственно территория Украины, где идут боевые действия. Весь этот комплекс факторов будет влиять на принятие решений. Безусловно, у людей, принимающих решения в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, странах Европейского Союза, у них больше исходная секретная информация о том, какими реально ресурсами располагает Россия. Однако я считаю, что какой-то определенный риск того или иного применения ядерного оружия, он существует так, как он и был, например, в конце 1922 года, когда у Украины было и стратегическое преимущество, шло наступление, было больше оружия, больше людей. Украина достаточно успешно освобождала свои территории. И по свидетельству некоторых аналитических западных изданий говорят, что Путин был не очень далек от готовности где-то демонстративно применять оружие, в том случае, если бы украинские войска где-то уже заходили в Крым или приближались к территории Российской Федерации. Однако не обязательно ситуация повторится, но я думаю, что наши западные партнеры это будут учитывать. И поэтому все разрешения на использование дальнобойного оружия, имеется в виду ракет, мне кажется, пока что будут носить характер вряд ли публичный. То есть, скорее всего, это будут какие-то одноразовые непубличные акции, когда где-то что-то в России взорвалось, но никто так до конца и не может понять, то ли оно само, то ли это какие-то диверсанты, то ли партизаны, то ли прилетело. То есть, я думаю, пока что в этом смысле, в ближайшие месяцы мы будем жить в тумане войны. И такого публичного разрешения от действующей администрации Соединенных Штатов Америки, мне кажется, маловероятно получить такое разрешение. Однако это не значит, что такое оружие не применялось до сегодняшнего момента или не будет применяться дальше, потому что это достаточно сложно вообще проверить и понять даже специалистов. Вячеслав, то следующий момент в продолжении ядерных угроз Путина, которые он озвучил буквально минуту назад. А если посмотреть на будущее, условно говоря, Путин прибегнул к ядерному удару, последует ли реакция? Готовы ли сейчас европейские партнеры, в целом Альянс НАТО, отвечать ядерно так же? Ведь это тоже ядерные державы. Ну, вопрос хороший, это будет зависеть от того, какой ядерный удар, где он будет, по какой территории, по Украине, или это где-то будут экстерриториальные какие-то воды, или это будет территория НАТО. Но, с моей точки зрения, если этот удар будет непосредственно по территории или акватории стран НАТО, то им придется так или иначе отвечать, безусловно. Если это будет по территории Украины или неким нейтральным территориям, то это не очевидно. Понимаете, у нас вся эта история с ядерным оружием, она немножко такая, я бы сказал, не то чтобы преувеличена, это действительно мощное страшное оружие, особенно если массово использовать его стратегические запасы, можно обзорвать всю Землю, на этом вся цивилизация закончится. Вопрос в другом, что отдельные ядерные заряды, существует ядерная артиллерия, в Советском Союзе были ядерные мины, крупнокалиберные минометы, стояли в Германской Демократической Республике. Есть небольшие заряды, то есть мощность этих зарядов, например, меньше, чем ряда взрывных устройств, суммарно которые используют. Например, подрыв Каховской плотины, суммарный заряд, который ее взорвал, который до конца тоже непонятно, что это было. Он на уровне какого-то небольшого ядерного заряда. То есть подобного рода взрывы, только без ядерного заражения, такой мощности используются уже в этой войне. Поэтому в военном смысле это мало что изменит. В психологическом, да, будет снято табу, которое было наложено три поколения назад, и это может привести к достаточно серьезным последствиям. Поэтому мы говорим скорее не о военных результатах использования, я подчеркиваю, тактического ядерного оружия, а о психологических, о политических результатах, о том, как будут реагировать страны Запада и страны НАТО на его применение. И действительно, Путин, по факту, последний козырь, потому что если, так сказать, Украине передадут ракеты, которые могут бить на дальность несколько, на тысячу, несколько тысяч километров, то за какое-то время может быть полностью разрушена стратегическая инфраструктура России, и они вообще, по сути, не смогут воевать. И, безусловно, им придется как-то отвечать на этот вызов. Они же тоже не смогут сидеть, сложа руки руководства Российской Федерации. То есть, либо им, как ожидает президент Зеленский, придется как бы идти на мирные переговоры, либо они будут пытаться повышать уровень эскалации, развязывать войну с применением более серьезных систем вооружения, развязывать войну в других местах, расширять эти фронты. Поэтому любая война – это такое сложное противостояние воли, воли и упорства, и гибкости одновременно. И тут всегда очень сложно предсказывать. Собственно, когда стороны не могут прийти к какому-либо соглашению, они начинают войну и пытаются отдать где-то на волю случая, волю хитрости и удачи ход событий. То есть, поменять ход событий. Поэтому, если говорить предметно, я считаю, что риск применения тактического ядерного оружия, который по силе сопоставим с наиболее сильными системами, которые уже использовались, он в принципе существует. Хотя я думаю, что его применение создаст для военно-политического руководства Российской Федерации огромные проблемы в плане их позиции по отношению к странам глобального юга. И вот тот авторитет, который им удалось завоевать среди ряда таких стран в последние годы, он, скорее всего, будет подорван. И поэтому, собственно говоря, какие-то тактические успехи могут привести в итоге к стратегическому провалу на международном уровне. Вячеслав, спасибо большое, что нашли время присоединиться к эфиру. Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований, с нами был на прямой связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.